приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке друзья сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам традициям суевериям на 5 февраля также поговорим о том что можно и чего категорически нельзя делать и так друзья все далее более подробно в этом видео 5 февраля в православном календаре стоит особенная дата посвященная памяти святых климента и агафангела которые исцеляли людей от всевозможных болезней а вот в народном календаре этот день назвали как агафьев день также известны как агафьи полухлебник и старинные традиции связывают этот день семейными заботами теплом домашнего очага и встречи гостей даже в народе этот день прозвали как день семьи домашнего уюта и благотворительности давайте немножко уделим более детальное внимание церковному празднику в этот день 5 февраля 5 февраля православной традиции вспоминают день памяти двух великомучеников которые жили четвертом столетии в период правления жестокого императора максимиана их имена святые климент анкирский и агафангел рассмотрим историю этих благочестивых людей чья вера в иисуса христа привела их к великим жертвам климент анкирский появившийся на свет семьи язычника и христианки предназначен был для необычной судьбы еще с рождения мать предвидела непростую дорогу сына и его жертвенность во имя веры климент стал епископом города анкиры и активным проповедником христианства агафангел друг и собрат по вере климента также был преданным христианином их друж дружба укреплялась общей любовью к богу и молитвами они оба обладали даром чудотворения которые они направляли на благо нуждающихся люди приезжали к ним издалека в поисках исцеления от различных болезней и общаясь со святыми обращались к православию однако слава о деяниях климента и агафангела привлекла внимание императора максимиана который противостоял христианству приказав при перевести агафангела император требовал чтобы тот отрекся от христианской веры отказавшись агафангел стал жертвой пыток и казни узнав об этом климент также был арестован и брошен тюрьму но верные христиане города анкиры где епископ пользовался уважением и любовью освободили климента это произошло после мученической смерти агафангела что сильно потрясло верующих святые клименты и агафангел стали светом веры и примером жертвенности в имени иисуса христа их история вдохновляет и по сей день призывая к терпению любви и верности своим убеждениям даже в самые трудные времена гонений а вот в народном календаре 5 февраля это на день назвали агафьев день или агафий полухлебник долгое время этот день считался семейным праздником который отмечался заботой о доме и бережным отношением к урожаю в этот день наши предки проводили время в привычных хлопотах придавая особое значение подготовки к предстоящему весеннему посеву женщины в дома активно занимались стиркой уборкой и заботой о детях этот день был посвящен семейным традициям и теплу домашнего очага в то время как женщины трудились в доме мужчины направляли свои усилия на осмотр зерновых запасов за кромах это был важный момент так как от состояния зерна зависел и урожай уже на предстоящей весне в случае обнаружения непригодного и заплесневевшего зерна хозяева с уважением убирали его в сторону готовясь к тому чтобы жечь его позднее пепел от сожженного зерна рассыпали возле амбара предполагая что это действие поможет защитить оставшееся зерно от порчи этот ритуал сопровождался верой в то что весной когда придет время сеять у них будет обильный и благословенный урожай согласно старинным обычаям 5 февраля было временем посвященным семейным ценностям и домашнему уюту люди уделяли особое внимание обеспечению семейного благополучия заботе о близких и домашним хлопотом это было время для общения поддержки и любви внутри семьи ну а чтобы привлечь в дом процветания и избежать финансовых трудностей встреча гостей в этот день 5 февраля считалось особенно важной верили что приглашая странников и даря им теплоту своего дома можно избежать того чтобы деньги и еда не переводились это древнее обычай приобрел христианский оттенок благотворительности и сострадания в этот день верующие не только вспоминают жизнь святых и поклоняются им но и стремятся подражать их добрым поступкам 5 февраля становится возможностью для всех нас привнести в свою жизнь тепло семейных ценностей забота о близких и благотворительность к окружающим ведь в каждом доме может прибывать свет добра исцеляющих людей вокруг и наполняющий жизнь радостью и общим уютом кроме того как вы знаете день святых климента и агафангелы известно не только своими религиозными значениям но и множеством народных примет связанных с природой в этот день как и во многие другие народные праздники люди обращали внимание на различные знаки пытаясь предугадать природные явления и прогнозировать ближайшее будущее и одно из распространенных народных примет было связано с погодой если в этот день начинался снегопад считалось что лето будет урожайным и пословица снег глубок хлеб хорош отражала надежду крестьян на благоприятные погодные условия для сельского труда и будущего урожая яркое солнце в агафье в день воспринималось как предвестие ранее весны а мороз с ясным небом как знак жаркого августа еще одной интересной традиция была наблюдения за поведением лесных обитателей люди отправлялись в лес и наблюдали за белками если они шустрили от дупла к дуплу это сулило оттепель если белки не высовывали мордочек это предвестие скорого похолодания также сегодня обращали внимание на синиц если птицы кричали самого утра считалось что они предвещают мороз как вы знаете эти народные приметы стали неотъемлемой частью народной мудрости и были переданы из поколения в поколение верование природные знаки помогали людям адаптироваться и к изменчивость им природы и принимать решения основываясь на том что говорила природа в день святых климента и агаф ангела давайте поговорим о тех кто родился 5 февраля вы знаете люди те кто родились 5 февраля обладают уникальными чертами характера которые делают их неотразимыми в глазах окружающих рожденные в день святых климента и агаф ангела они обладают любознательностью и трудолюбием что придает особый оттенок их личности одной из наиболее заметных черт характера этих людей является любознательность они стремятся расширять свои знания исследовать мир вокруг себя и понимать глубинные смыслы вещей люди рожденные 5 февраля часто становится источником вдохновения для других своим стремлением к постоянному обучению и самосовершенствованию трудолюбие является еще одним важным аспектом личности людей рожденных в этот день они готовы приложить максимум усилий для достижения своих целей и не боятся трудностей ответственность и преданность своей работе делают их ценными членами коллектива и даже надежными друзьями в отношении с другими они умеют проявлять заботу и внимание родственники друзья и коллеги ценят этих людей за их способность быть поддержкой в трудные моменты и делиться радостью моменты успеха их общительность и теплота создают вокруг них атмосферу доверия и взаимопонимания а вот сон в ночь на 5 февраля говорит вам о состоянии любовных дел отношениях с противоположным полом сновидение может вам рассказать как найти вторую половинку на кого вам стоит обратить внимание как себя вести и что предпринять чтобы уладить проблемы и разногласия в паре или семье что же нужно было сделать в этот день 5 февраля по народным приметам традициям и обычаям знаете 5 февраля в агафьев день несет себе не только древние обычаи но и магию направленную на укрепление любви и заботу в семье в этот особенный день наши предки прибегали к чтению магических слов которые обещали крепкую любовь и гармонию в браке и этот обряд не ограничивался только молодежью влюбленной парой в агафьев день читали даже те кто находился уже в браке долгие годы в день память святого клемента анкирского у которого самого самого было нелегкое детство из-за потери родителей традиционно полагалось позаботиться о сиротах и нуждающихся это было не только духовная практика но и важный социальный аспект праздника милостыню раздавали не только сиротам но и нищим стараясь поддержать те кто оказался в трудной жизненной ситуации в этот день особенно заботливо приглашали в дом странникам люди открывали свои двери для путешественников предоставляли им уют и угощали вкусной едой даже давали немножечко денег и иногда какую-то одежду это доброе дело несло в себе не только проявление милосердия но и надежду на благосостояние своей семьи верили что после таких благотворительных поступков семья окажется под защитой святых климента и агаф ангела считалось что эти святые будут защищать от голода и безденежья благословляя дом и обитателей на благополучие одним из ярких элементов этого праздника являлись особые пироги с начинкой из курицы которые готовились в каждом доме по семейному рецепту эти пироги считаются не только вкусным угощением но и символом благополучия здоровья и богатства у каждой хозяйки передавался свой уникальный рецепт который часто шел и шел из поколения в поколение пироги становились особым ритуалом в семейных традициях создавая атмосферу тепла и общности традиционно в этот день всем членам семьи полагалось есть кусочек пирога с курицей крошки от пирога не выбрасывали отдавали курам уткам и гусям в этом ритуале заботы о природе сочетались пожеланиями процветания для своего дома кроме того в агафья в день помимо гастрономических наслаждений наши предки молились своим ангелам они обращались к ним с просьбами о заботе и благословение для детей и рост родственников традиционной религиозной практики верили что в этот день святые и ангелы прониканных приходят на землю принося с собой благословение и защиту важным моментом в обряде было приглашение и нуждающихся в дом в этот день хотели помочь тем кто оказался в беде поэтому кроме приготовления особенных пирогов двери бы дома были открыты для тех кто нуждался в поддержке подношение хлеба солью и угощение едой становилось символом щедрости и заботе о ближних что же нельзя было делать 5 февраля по народным приметам вы знаете агафьев день отмечаемый 5 февраля приносит собой древние традиции и приметы которые согласно преданию следует все-таки соблюдать чтобы избежать нежелательных последствий и верования и запреты этого дня имеют свои корни в старинных обычаях и многие из них передаются из поколения в поколении так что же не рекомендуется делать в этот загадочный день одним из запретов в этот день является воздержание от просмотра падающих звезд считалось что тот кто видит падающую звезду рискует потерять близкого родственника в ближайшем будущем и это народная примета предостерегала от возможных утрат и напоминала о ценности семейных уз согласно народным поверьям в этот день нельзя оставлять было найденные деньги у себя это считалось предвестием бедности и лишений верили что тот кто хранит деньги обнаруженные в этот день столкнется с риском потери матери материального достатка жадность зависть и скупость также считались нежелательными чертами в этот день в 5 февраля предки считали что проявление этих качеств может привести к неприятностям и трудностям рекомендовалось избегать жадности и делиться с окружающими людьми важным аспектом этого дня было избегание лени тот кто нарушает это правило мог столкнуться с финансовыми трудностями и проблемами активное и ответственное отношение к обязанности считалось залогом благополучия также старинные верования предостерегали от танцев в этот день считая что они могут принести неприятности в ближайшем будущем танцы считались предвестниками несчастья и поэтому в этот день рекомендовалось воздерживаться от веселых занятий также агафьев день традиционно считался временем для труда и самопожертвования устраивание веселых посиделок в этот день считалось неуместным люди избегали шумных и веселых развлечений стремясь вместо этого уделить время работе и семейным обязанностям также в этот день день агафья полухлебника нельзя было садиться на угол стола потому что это могло привести к одиночеству и вы знаете это народная примета имела свои корни в представлениях о том что такое действие может оттолкнуть близких и подорвать семейные отношения в этот день нельзя было выносить мусор из дома после заката так как иначе вы на протяжении нескольких дней все будут валиться из рук и не получаться кроме того это действие могло разрушить мир и согласие в семье поэтому люди предпочитали отложить вынос мусора на следующий день вот такие друзья народные приметы 5 февраля в народном календаре прям еще ставьте лайк этому видео в комментарии напишите слово благодарю кто спрашивал как нас можно отблагодарить и друзья в описании к этому видео есть ссылка на донат таки написано благодарность можно выразить по ссылке и любая сумма который вы считаете важной нужной можете перевести нам друзья все это будет очень приятно всех благодарим и отправляем вам всем энергию изобилия достатка и благополучия но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам благ